Тема моей проповеди сегодня называется «Побочный эффект мега-церкви». Как пастор я думаю, что каждый пастор призван постоянно анализировать состояние церкви, замечать, куда движется общество, как развиваются церкви в этой стране, в современной культуре, с целью обезопасить и правильно направить церковь. Что такое мега-церковь? По определению, это в основном протестантские церкви, которые собирают минимум две тысячи и более людей и имеют несколько служений или потоков за воскресенье. Иметь большую церковь, с одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, это может быть опасно. Как вам кажется, члены церкви «Живой поток»? У нас как называется это? Мега-церковь, средняя, как вам видится это со стороны? Наверное, ответы могут быть разные, но я хотел напомнить, что в среднем, в воскресенье, вместе с детьми у нас собирается примерно полторы тысячи человек. Мы собираемся в три смены, в три потока, на Пасху четыре. Когда я иногда встречаю людей на улице, в городе, иногда ко мне подходят и говорят «Приветствуем вас, пастор Богдан!» и начинают активно со мной разговаривать. Я по разговору догадываюсь, они, наверное, где-то меня видели. Но и я здесь напрягаюсь, что я человека вообще не помню или, наверное, просто не знаю. Иногда, к сожалению, приходится знакомиться с людьми по три раза и извиняться, и мне люди напоминают пастора, мы уже с вами знакомились. И я в разговоре улавливаю, что эти люди ходят в нашу церковь. И я здесь думаю «О-о, это уже проблема». И здесь очень хочется разобраться, как эта проблема пришла в нашу церковь, и так хочется найти виноватых. И понимая вот эту всю атмосферу, в которой мы живем, как церковь, я где-то настороженно как-то думаю, возможно, мы движемся в ту сторону этой большой мега-церкви. Мало, наверное, среди нас осталось тех, кто помнит, как было когда-то, давно, несколько десятков людей, была такая маленькая церковь и семейная атмосфера. Сегодня мы строим новое здание, в которое можно напаковать примерно полторы тысячи человек. И иногда меня спрашивают, а почему вы не построили зал на две, на три тысячи людей? И я хотел бы поделиться, что если Бог нам доверит еще больше людей, то у меня на сердце больше открывать филиалы или кемпусы. Я уже делился, мы уже с нашими служителями об этом разговаривали. И здесь важно заметить, что рост в бизнесе, в семье, в церкви вынуждает человека где-то адаптироваться, что-то менять и самому меняться, чтобы не потеряться. Поэтому если вот женилась молодая пара, вначале только муж и жена, а потом пошли дети, первый, третий, пятый, и если не произойдет определенных перемен в расписании, в ответственностях, то вы понимаете, да, что семью начнет штормить. Перемены вынуждают человека где-то что-то менять. И любые перемены, они затрягивают нашу зону комфорта. И мы реагируем. И здесь нам важно правильно сориентироваться. Если церковь любая выросла, а раньше это было 200-300 человек, а люди не сориентировались, даже если вы давно в этой церкви, могут возникнуть проблемы. Я хотел бы сделать анализ от большой церкви, показать плюсы и минусы. Надеюсь, это будет полезно для нашей церкви и вообще для христиан в целом. Подобные проблемы могут существовать и в маленькой церкви, но они более присущи большим церквям. Итак, в чем опасность мега-церкви? Из моих наблюдений, из исследований, которые я сделал на экране, семь пунктов. Первое – это развлечение. В больших церквях, особенно вот в этой стране, наверное, вы встречали и видели, если можно мне задний экран, то обычно это как бы тенденция или тренд, который мы наблюдаем. Второе – проблема современных верующих, которые посещают большие церкви, обычно они приходят туда с мышлением потребителя. Третье – в больших церквях есть недостаток личного общения. Может, вокруг вас тысячи людей, но вы можете себя чувствовать иногда такими одинокими. Четвертое – это недостаток попечения или подотчетности, то есть духовной подотчетности. Пятое – в больших церквях иногда пастор труднодоступен и делегирование неизбежно. Шестое – очень разная аудитория и разный духовный уровень зрелости. От этого сложность в том, что люди все приехали с разным воспитанием, ожидают разную форму служения, разный духовный уровень, и поэтому подача проповеди иногда бывает сложной, чтобы всем угодить. И седьмой пункт – это культ знаменитости или популярности. Хотел бы сказать, что большая церковь – это не значит автоматически плохо. И маленькая церковь не значит автоматически хорошо. И наоборот. Наш анализ был бы несправедлив, если мы покажем только одну сторону негативных побочных действий большой церкви. Поэтому я хотел бы вам открыть и позитивную сторону для баланса. Итак, в чем преимущество большой церкви? Первое – это большие ресурсы и влияние. Второе – это служение для всех возрастов. Третье – большое разнообразие мероприятий, конференций. Четвертое – чаще в таких церквях есть библейские школы, есть частные христианские школы. Пятый – обычно в больших церквях прекрасные помещения. Шестой – высокий уровень организации. И седьмой – обычно прекрасный лидер и хорошая команда. Итак, друзья, итог, если вы видите, два, семь и семь пунктов с каждой стороны, и плюсы, и минусы. И здесь моя цель, здесь важно проанализировать развитие нашей церкви, так как нам важно подводить итоги, возможно, других церквей, и предупредить или отрезвить людей, чтобы правильно сориентироваться. Вы знаете, бывает, люди попадают в ситуацию, очень для них новую, непривычную, некомфортную. Ситуация изменилась резко или медленно, но человеку нужна реориентация, вот сразу как-то сфокусироваться, разобраться, чтобы правильно действовать. Если человек где-то попал в атмосферу и не сориентировался, правда, то тогда бывают проблемы. Вот это, друзья, и наша цель. Сегодня я хотел бы больше сфокусироваться на минусах. Вы скажете, почему? Потому что о хорошем не обязательно предупреждать. То есть, если вам преподали приятный сюрприз, ну, я думаю, вы не растеряетесь. Но если он негативный, опасный, вот здесь предупреждать надо обязательно. И, возможно, даже не все отреагируют на это предупреждение. Итак, перед вами на экране два слова. Ваша задача – подумать, что эти слова значат. Я вам сразу подскажу, что эти слова, они написаны на латыни. Это очень известные слова. Подсказываю, что эти слова сказал очень известный древний римский писатель. Кто-нибудь знает, что они значат? Крылатое выражение, которое переводится «Хлеба и зрелищ». Древний римский поэт, он критиковал простой народ, который ввелся на то, что правительство, римская империя, которая имела проблемы внутри, с целью как бы перевести фокус, они людей просто развлекали. И он делает вывод, что все, что людям надо, люди обычно глубоко не думают, высоких целей не имеют. Вот просто дай ему бургер и развлекай, и все будет нормально. И люди будут довольны. Эту методику, тактику иногда применяют и сегодня в правительствах, отвлекая от главной проблемы, находя какого-то нового врага, или там переводя фокус на второстепенные вещи. И люди тоже часто на это ведутся. Эту же методику использовала и румская империя. И как видите, друзья, эта идея «Хлеба и зрелищ», сегодня она как-то незаметно, она очень древняя идея, перекочевала куда? Наша тематика «Мега церковь», да? Я вам приведу пару примеров, как сегодня в нашей стране, где мы живем, в больших церквях, сегодня происходит подобное развлечение. Развлечение, потому что это церкви, которые имеют ресурсы, имеют большие здания. С одной стороны, это хорошо, что толпы людей идут в церковь. С другой стороны, справедливо спросить, а зачем они туда идут? А что их туда влечет? Ради каких целей или мотивов? Обычно эти церкви имеют большие сцены, крутую аппаратуру, освещение, видеоэкраны и делают очень классное шоу. Пару примеров. Например, в одной из церквей проповедовал пастор на тематику супербола, американский футбол. И для того, чтобы это сделать более визуально, он сделал из Библии мяч футбольный. А потом демонстративно на сцене этот мяч ударил, и эта Библия взлетела над залом. Когда его журналисты спросили, зачем вы это сделали, то он ответил так. Мы верим в то, что церковь не только может, но и должна быть веселой и развлекательной. В другом месте, в Оклахоме, еще одна церковь, они наняли профессиональных танцоров, наняли несветских профессионалов, которые сделали такую постановку на Пасху, где женщина висела на кресте и представляла Иисуса Христа. И это тоже привлекло очень массу людей в церковь. Это было хорошо разрекламировано. И таким образом люди смотрели, наслаждались. В итоге как бы ты смотришь, что людям это нравится. Люди приходят, люди идут. И эта идея как будто бы снова старая становится свежей. Хлеба и зрелище. И если будешь развлекать, будут ходить, будут толпами ходить. В притче 27 глава написано, что человеческий глаз ненасытим. Сколько бы ты человека не развлекал, в отпуск не возил, никогда не будет конца прихотям и желанием. Никогда. То есть это не тот метод, где человек насытится. И вопрос возникает, почему это происходит сегодня. И вот анализ, я думаю, важно сделать для нас, как для церкви. Мне кажется, что иногда просто фокус больше идет на количество. Больше на статистику роста. И количество встает важнее содержания. Количество важнее содержания. Где чистое Евангелие заменяется развлечениями или главное заменяется второстепенным. Моя цель, друзья, я хочу быть осторожным. Не просто как-то унижать какую-то церковь, чтобы самим возвышаться. У нас тоже есть и мероприятия, и аппаратура, и рождественские концерты, и конференции мы организовываем, и разную методику используем в целях евангелизации. Это все неплохо. Технологии здесь как бы не виноваты. Это просто инструмент. Все вопрос, каких целей мы достигаем, и куда мы движемся. Главное, чтобы не сойти с рельс. Вот мы поняли вот так вот сбоку немножко, вот куда движутся. Иногда, важно подметить, это правда не все такие церкви, но иногда вот можно так с рельсов как бы съехать. И вот почему важно иногда анализировать и ориентироваться, сориентироваться, чтобы не было поздно. Поэтому, друзья, я задаюсь вопросом иногда, а если вот это все убрать, будет ли человек сегодня ходить в церковь? Как это отразится на особенно вот эти мега большие церкви, вот допустим в этой стране? Вы думаете, количество посетителей сильно упадет? Моя цель сегодня показать опасность, куда движется иногда церковь, какие есть тенденции или тренды. И как важно не запутаться и не поддаться влиянию общества. Когда-то мой папа говорил, главное не потерять главного. И сегодня я хотел бы спросить у верующих, которые здесь или онлайн, а если вот все это убрать, если вы посещаете другую церковь, и там есть вот разные мероприятия, конференции, там аппаратура и все остальное, а если вот все убрать, вы будете ходить в церковь? А как вы думаете о вашей дети, которые здесь родились, о вашей подростке, внуке? Правда, у них мышление, что это норма, это стандарт. Это вот как она есть в церковь. Если все это забрать, то все, как бы церковь рассыпалась. Остался бедный проповедник без микрофона. И вот здесь, друзья, нам важно понимать, что в истории церкви всегда были периоды, когда христиане проверялись на качество, на верность. Иногда это проверялось через гонения, иногда это потрясения разные, экономические, иногда законы, которые выходили против церкви. Я думаю, мы редко задаем сами себе вопрос, а зачем я вообще хожу в церковь? Насколько для меня церковь дорого? Ради чего? Ведь можно же там и дома ходить, и слушать дома YouTube, и самому молиться. А вот для меня церковь, это дорого? Зачем мне? Вот важно верующим себе знать ответ, и особенно детям. Почему для меня важно в церковь ходить? Вы знаете, Петр проповедовал, Деяния 2 глава, и написано, после его проповеди 3000 людей пришли к Господу. А самое главное, хочу обратить ваше внимание, там написано, охотно приняли, это Матфея 2, 2 глава, охотно приняли слово. То есть с желанием откликнулись на проповедь Божьего слова. Следующий слайд. Поэтому, друзья, получается, что люди реагировали только на слово. Реагировали только на слово. И ничего. Без Инстаграма, Фейсбука, без аппаратуры. Просто слово и все. Вот мне интересно, сегодня современное христианство, если будет только слово, сколько нас останется? Поэтому, друзья, наверное, справедливо спросить, возможно, это правда, что комфорт в церкви это условие, почему я еще хожу в церковь. Я думаю, надо повторить. Комфорт в церкви это условие, ради которого я еще хожу в вашу церковь. Наши дедушки, поколения, которые еще живы среди нас, пережили гонение в Советском Союзе. Помните, там никакого комфорта, никакой аппаратуры, никаких зданий. Люди рисковали жизнью, тюрьмой, работой. По 25 лет сажали в тюрьмы. Ради чего люди так жертвовали, рисковали, чтобы быть в общении с верующими, чтобы не оставить церковь. Итак, вторая опасность современных прихожан сегодня в церкви это мышление потребителя. Американская культура формировала общество так, что если вы родились здесь или здесь уже лет 20-30 прожили, то нас воспитали так, что везде ожидается высокий сервис. Вас вежливо встречают, вас благодарят, перед вами извиняются, так как дома перед вами не извиняются. Спрашивают, чем вам помочь. Он стоит этот, уже как бы надоел тебе, а он тебе третий раз «can I help you?» Кажется, одну помощь тебе предлагают и справа, и слева, и ты такой растерялся от этой помощи. А вы слышали такое выражение «клиент всегда прав». Вы сегодня все проповедники. Все знают, клиент всегда прав. И мы ходим с таким вот мышлением, и нам это нравится. Ну, я прав. И главная задача – создать условия, чтобы вы пережили прекрасный опыт и с максимальным комфортом. И мы все к этому привыкли. Это стало нормой. Если это убрать, ох, как оно вырывается, это возмущение. Как это нету? Сегодня, друзья, это мышление, так как мы живем в этом обществе, мышление клиента, оно проникло куда? Сегодня мы все проповедуем в церковь. Мышление, что мне все должны. И вот человек идет с таким настроением в церковь, ожидая пережить хороший опыт, ожидая, что будет комфортно, чтобы никто не напрягал. Чтобы было интересно. И чтобы сервис был на уровне. И вот приехал такой человек в церковь, попал на парковку. А на парковке сервис не нравится. Чего это меня запарковали там через дорогу и топай на каблуках по этой щебенке, чтобы мои эти крутые туфли страдали. А мы живем на Флориде, а здесь жарко. Пока дотопал, уже сервис плохой. Температура плохая. Парковщики не справились. На двойку. И ты уже с парковки готов убежать, уже готов развернуться, уже готов куда-то дунуть. И думаешь, куда сдулось христианство? Ты же приехал такой Господу петь, любишь Господа, готов за Него умереть. Тут раз сказали, запаркуйся там. Что за сервис? Что у вас тут за сервис? Раз развернулся и кажется, потом идет дальше, ребенка сдает, чтобы за ним там присмотрели. А там очередь. Он в очереди отстоял, семь минут. А потом сдал детей, а там детей так много в этой маленькой комнатке. Он смотрит, ужас, что за сервис? И уже думает, я не буду в эту церковь ходить. Здесь вообще как бы вот... А потом вы Google ревью нашей церкви давали? Знаете, на Google можно оказывается тоже церковь оценить. не знали? И вот некоторые приходят. Видите, там вот есть такая картинка на экране. И мы оцениваем, какой там был паркинг, какие были ашеры, музыканты там полутонил, там температурка жарковата была. Да и вообще там мою коляску вот с ребенком даже негде запарковать, не говоря уже там за машину. Человек так посмотрел, посмотрел, думает, вот это сервис. И так едет домой и бубнит. Или в церкви сидит и бубнит. Он еще как бы до церкви не дошел, но уже сервис полностью здесь поломалось, все вот это представление комфорта, что тебе все должны. и у меня друзья один вопрос. Если человек приходит с таким мышлением в церковь, вы понимаете, что это мышление потребителя, мышление клиента, но не как слуги. Это значит человек заквасился вот этим обществом, заквасился и принес эту закваску в церковь. И у меня к вам один вопрос друзья. Ты клиент, или ученик. Можете фотографировать на экране следующий слайд. Это важно себя спросить. Пришел в церковь и так вот себе рассуждаешь. Так подожди, а я тоже был клиентом. Я тоже помню там возмущался и тоже помню так мне же должны. Так что же там мне все клиент клиент всегда прав. А ученик совсем другой подход. А представьте друзья вопрос сколько можно забрать комфорта чтобы человек перестал ходить в церковь. как вы думаете много? Сколько можно забрать комфорта чтобы человек перестал ходить в церковь? Вот представьте себе в следующий раз мы соберемся и кондиционера не будет. и аппаратуры не будет будет только оратор и стульев не будет потому что раньше в катакомбах истинные христиане стоя стояли а в православных храмах до сих пор стоят а мы как бы как вы думаете придут народ придет и вот если друзья мы иногда говорим что мы поем Христу все я отдаю за Христа готов умереть но с парковкой не справляемся сервис простите друзья за такие неудобные вопросы но если в церкви звучит проповедь и человек никто не ерзает значит что-то не то с проповедью я верю что Евангелие всегда бросает вызов человеку никогда не оставляет человека в зоне комфорта вызов всегда стремление вы знаете что христианство сравнивается с бегом апостол Павел говорит бегущий на ресталище то есть это борьба это бег сердце бьется пот выступает вот это христианская нормальная жизнь а бывает в церкви пришел смотришь и так посмотрел этот человек не бежит комфорт растаял и здесь друзья я расскажу один реальный случай одному из людей в церкви сделали замечание а посетитель отвечает ашеру я не буду давать десятину в вашу церковь можно эту картинку сто процентов money back guaranteed и знаете такой сервис когда говорят покупайте наш сервис но если вдруг вам что-то не понравится если вдруг мы вам не угодили вам деньги вернут и вот человек отвечает вы понимаете мышление человек пришел ожидает сервис ему сервис не дали вот и деньги назад вопрос помните Иисус учил кесарю кесарева плати налоги а Богу Божье ты же не ашеру даешь десятину и не пастору ты Богу или наверное ты уверен в том что ты в другую церковь отдашь но сто процентов Богу отдашь вот это друзья такой наглядный пример мышления современного христианства Матфея 16 24 Иисус говорит если кто хочет идти за мной отвергни себя возьми крест твой и следуй за мной вдумайтесь в эти слова сколько какой это другой уровень во первых Иисус говорит если кто хочет значит не все захотят не всем некоторым это дискомфортно жить такой жизнью большинство мышления вы мне должны я в центре внимания а тут Христос если кто хочет быть настоящим не просто гостем клиентом посетителем церкви кто хочет быть моим учеником учеником это другое уровень и звание тогда если ты уже думаешь что ты верующий давно верующий и так себя называешь считаешь то писание говорит тогда отвергни себя отвергни себя goodbye customer service твои все желания прихоти комфорты распинай приноси в жертву ради не просто чтобы просто помучаться ради высшей цели возьми крест и следуй следуй то есть процесс 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 в котором люди учатся как ученики формируются и в этом всем главный фокус не ты и не я и не сервис а откажись свои мечты свои планы свои цели должен уступить Божьей воле Божьим целям иногда это даже трудно как бы самому себе признать я не готов идти на этот уровень я готов посещать вашу церковь готов здесь сидеть но вот этот уровень отвергни себя звучит духовно но не для меня и вот снова вопрос ты клиент или ты ученик честно себе ответил и пошли дальше главное быть честным здесь вот этот анализ такая встряска я думаю для верующих давно верующих иногда я сейчас говорю особенно для американских верующих полезно пробудительно поэтому друзья если человек в церкви видит иногда недостатки то он пробует их исправить предлагая помощь я готов сделать лучше я готов себя тоже вкладывать я не просто клиент который оцениваю сравниваю или выбираю а иногда бывает сервис здесь не нравится у вас а я пойду в другую церковь там посмотрим какое у них там обслуживание апостол Павел пишет я раб я апостол я слуга вот пример для нас я ученик почему иногда волонтерство страдает в большой церкви потому что в маленькой церкви чувство ответственности работает по другому людей зовут участвовать в чем-то и человек понимает если не я то кто а в большой церкви если там больше тысячи людей если не я там еще тысяча таких а в итоге в итоге никто вот здесь хотелось бы вот тоже правильно сориентироваться и быть честным самим собой следующие друзья это недостаток попечения и подотчетности это еще один эффект большой церкви в большой церкви люди легко пропадают иногда никто этого не замечает особенно если нету родственников близких друзей и если есть несколько потоков если человек духовно ослабел физически заболел проходит какие-то трудности иногда об этом никто не знает а иногда люди специально убегают в мега церковь умышленно убегая под отчетности духовной потому что там никто не знает как ты живешь где ты живешь чем ты занимаешься и даже если в церкви есть система попечительства когда все члены церкви распределены по отделам группам есть лидеры служители эта система никогда не может быть идеальной потому что лидер ходит на один поток его подопечный на третий поток попробуй разберись если у тебя больше тысячи людей кто там где был когда если ты сам не всех узнал и видел и вот вопрос как же в такой обстановке не затеряться это снова анализ важен мое сердце болит за церковь живой поток и возможно для кого-то это будет полезно как не затеряться если вы для вам это ценно то вы пробуйте это применять первое стань частью домашней группы у некоторых у нас в церкви есть домашние группы это общение в малых группах 10-15 человек кто-то думает это новые какие-то фокусы идеи там харизматические друзья первая апостольская церковь она существовала развивалась на домашних группах не было мега церквей не было больших зданий это были подпольные гонимые маленькие общины советский союз китай все пережили рост и пережили гонения в подпольных домашних группах и общинах мы как церковь прошли пандемии потому что важно понимать что не всегда будет большое здание и нужно быть всегда прикрепленным к телу к телу к церкви если ты в домашней группе и там всего пять семей там или пятнадцать двадцать человек и ты не пришел то тебя там заметят а если простите пожалуйста ты воскресенье не пришел то есть полторы тысячи простить тебя не заметят вот почему важно быть прикрепленным в малой группе общения где можно иметь близкое общение и участвовать в нуждах других вторая причина как на практике не потеряться это быть в служении почему потому что иногда некоторые люди потерялись и они обижаются что никто не заметил я к сожалению вот мне было очень неудобно что некоторые люди исчезли и церкви и полгода никто об этом не знал и не заметил мне очень стыдно от этого плохо я за это извиняюсь и вот человек который пропал с одной стороны он как бы понимает что мы должны уделять внимание и должны но с другой стороны этот человек настолько был нигде вот знаете вот просто он в церкви нигде вообще в жизни церкви не живет ни в чем не участвует это знаете как вот в теле орган он был мертвый а потом просто пришло время он просто отсох и отпал и никто даже не почувствовал он и год назад был мертвый но если человек живет жизнью церкви он участвует он вкладывает это просто ощутимо для тела и потом раз его не стало знаете почему его заметят скорее потому что он он функционировал он приносил пользу он где-то был участвовал и жил жизнью церкви вот почему друзья важно быть жизнь жить жизнью церкви да конечно вот эта ситуация нас вынуждает правильно ориентироваться не ждать пока меня заметят и третий практический шаг как не потеряться это добровольно стань подотчетным что я имею ввиду помимо вот этих систем групп служителей там лидеров и так далее участков ты кому-то подойди и скажи ему в глаза вот я перед тобою Алекс если вдруг я пропаду из церкви пожалуйста если я засуетился заболел обиделся звони мне буди меня тяни меня правда вы таких просьб очень редко слышите знаете почему вряд ли кто-то это сделает потому что в основном самоуверенность у меня нормально я духовно нормально никто же не думает что он потеряется но попробуй нас обидь так и улетел правда зона риска поэтому друзья добровольно можно что-то сделать взять на себя ответственность чтобы стать кому-то подотчетным и еще один текст из Библии который помогает нам практически увидеть что мы должны брать на себя ответственность я прочитаю Иакова 5 глава 14 стих известное место но я не уверен что вы обращали внимание на одну деталь написано болен ли кто из вас пусть призовет пресвитера в церкви и пусть помолятся над ним помазав его елеем и молитва веры истерит болящего заметьте друзья в тексте здесь кто кого зовет как там написано болен ли кто из вас и я дальше перевожу пусть возьмет телефон и позвонит в церковный офис к сожалению бывают такие случаи за которые я извиняюсь что кого-то не заметили не посетили но когда у человека мышление я месяц болела и никто ни один ни разу не позвонил мы очень извиняемся мы очень извиняемся за то что так иногда происходит но пожалуйста читайте якова 5 14 болен ли кто из вас пусть возьмет себя на себя ответственность особенно если ты в большой церкви не надо брать мышление жертвы а взять на себя ответственность это значит правильно сориентироваться так подожди полторы тысячи людей как это меня должны все знать значит правильно сориентироваться если не сориентировался будет обижен на весь мир на весь сервис на всех можно менять церковь пастора президента жену только не себя самая трудная задача это себя менять поэтому друзья берите на себя ответственность а знаете почему там написано пусть больной призовет потому что это зависит от твоей веры ты никогда не позвонишь если не видишь смысла и не веришь поэтому друзья здесь тонкие вещи Библия настолько иногда вот тонко проникает и седьмой седьмой пункт это культ знаменитости вы знаете друзья что большая церковь это часто рассматривается как успех как достижение это влияние это внимание это популярность особенно в век технологии ты стаёшь таким известным со стороны людей ты не имеешь права на ошибку и когда служение стаёт таким знаменитым оно попадает в красную зону риска как вам кажется наша церковь в этой зоне у лидера есть искушение себе присвоить славу я молодец наши системы наши методы технология мы крутые и где-то незаметно закрадывается гордость человек перестаёт понимать зависимость от Бога и к сожалению вот эти аморальные случаи падения среди духовных лидеров пастырей чаще всего случаются в каких церквях мега таких больших известных знаете почему потому что если такие большие лидеры падают ох как это бьёт по всему христианству разбивает авторитет церкви служит большим соблазном для всех неверующих вокруг и чем выше человек поднимается тем опасней его положение легче слететь с этой высоты потому что все стрелы летят туда дьявол особенно атакует влиятельных лидеров служителей большого калибра наносит они стоят для него мишенью вот почему церковь так важно чтобы вы молились за ваших пасторов за ваших служителей за ваших лидеров потому что в духовном мире на них очень много атак одна цитата не возносите вашего пастора словами а возносите его в своих молитвах если ваша церковь успешная и развивается делайте это регулярно постоянно вообще писание призывает молиться о служителях и научите своих детей потому что от этого очень много зависит хочется молиться пожалуйста чтобы мы все были здесь едины господи сохрани меня и нас от гордости сохрани от ошибок сохрани от разных учений заблуждений исайя 42 написано бог говорит я не дам славы моей не дам бог как ревнитель говорит другим нет вся слава принадлежит только господу если вдруг мы об этом забудем если я об этом забуду пожалуйста напомните об этом мы вроде бы умом это все понимаем но на тебя шквал атак вот почему здесь важно духовная ограда вы знаете разницу между известностью и популярностью иоанн креститель он тоже был известный вы представляете к нему сходились столпы людей написанной из всех окрестностей представьте какой он молодец какой маркетинг без фейсбука без инстаграма без всяких видосиков просто толпами сходились куда в пустыню знаете почему разница потому что он никогда не жаждал не страдал вниманием или славой вывод друзья что каждый из нас через всю свою жизнь должен прославлять Бога а себя иоанна 3.30 написано ему должно расти а мне умоляться но не так фейково просто как на публику а сам ты честно когда ты сам в доме если ты успешный бизнесмен если ты очень хорошая мама то помни ему должно расти а тебе умоляться если этот принцип будешь применять в жизни будет все нормально если нет ох как может быть больно падать поэтому вывод друзья независимо от размера церкви самое важное это дух успех церкви нет количества дух чтобы церковь была живая чтобы там действовал дух Божий чтобы там проповедовалось чистое слово чтобы люди спасались и росли духовно вот это критерий очень важный если вам кажется после услышанного что я не хочу быть частью большой церкви не спешите делать резких движений не от количества все но просто оценивая анализировая помните цель правильно сориентироваться если человек не сориентировался может потеряться но если он сориентировался что обстоятельства будут меняться уже менялись законы экономика будет меняться но надо ориентироваться правильно вовремя главное вовремя иначе можно потеряться поэтому друзья главное чтобы каждый сориентировался и наслаждайся процессом цени то что мы имеем извлекай драгоценного изничтожного иначе можно обижаться на весь мир на погоду другой вариант одеваться по погоде так же и здесь иногда и в церкви друзья поэтому главное чтобы наше основание не поменялось Христос сказал не может быть другого основания кроме положенного вот это друзья нам как церкви если вы являетесь частью церкви важно не затеряться и исполнить свое предназначение и моя цель сегодня предупредить верующих чтобы мы бодрствовали и сделай все что в твоих силах разговорами делами чтобы предотвратить потери ошибки взять на себя ответственность и еще важно я не выбирал быть пастором большой церкви и вы многие не выбирали быть частью большой церкви я не заказывал не стремился очутился как смотрю не помню как звать и здесь важно понимать почему-то Бог доверил нашей церкви этих людей они здесь собрались из разных мест и теперь мы все в одной лодке и как хочется чтобы с этой лодки никто не выпал и чтобы лодка не перевернулась в заключение я хочу сказать цените церковь цените церковь 1 Тимофея 3.15 написано чтобы ты знал как должно поступать в Доме Божьем а что такое Дом Божий который есть церковь Бога живого столб и утверждение истины смотрите друзья церковь на основании Писания это Дом Божий вы представляете друзья что вы приходите сюда как как в гости как хотя всегда хочется сказать будьте как дома потому что дома нужно же мыть и посуду и убирать вы приходите в Дом Божий вы представляете это привилегия написано церковь Дом Божий если ты это осознаешь помнишь пришел в Дом Божий а что у вас тут такой сервис а что тут так плохо а что тут так это же ты как бы Иисусу ну представь что ты на его территории и как-то меняется мышление а интересно что написано что это церковь Бога живого значит есть Бог мертвый церковь христианская это церковь живого Бога живого и сегодня и церковь это столб и утверждение или основание истины что такое истина Христос сказал я есть истина слово мое есть истина и ни одно строение не может существовать без столбов церковь это единственная надежда для общества церковь это и столб и основание фундамент это утверждение истины раньше в старые времена на площадях были столбы с целью чтобы туда вешались объявления значит церковь роль наша быть глашатаем нести это послание миру людям быть светом солью говорить Евангелие спасение говорить людям о грехе говорить о прощении о библейских стандартах о христианской морали о божьих законах говорить защищать истину это роль церкви и когда мы анализируем наше общество законы которые создаются против библейских моралей божественных стандартов мы можем плыть по течению но главное не растеряться идти против течения против большинства иногда не потому что мы людей там ненавидим нет нести им истину она есть только одна и наша роль друзья защищать эту истину как не идти на компромисс с миром не идти на компромисс с культурой не разбавлять истину не смягчать ее не подтасовывать ее ну мы сегодня живем в такое время ну понимаете нет мы не понимаем истина она неизменна она везде истина поэтому друзья когда вот это я читаю что церковь это дом божий хотя бог вездесущ но бог вот фокусируется на церковь это его особое вот место где собираются верующие христиане и сегодня когда человек приходит в церковь он ожидает что-то получить от бога потому что написано это дом божий возможно ты тот который сегодня сидишь и хочешь сказать господь это я тот человек я пришел сегодня в церковь из последних сил у меня много проблем но я пришел сегодня в дом божий я ищу тебя твоего лица я сам не справляюсь я тону господь помоги мне не затеряться матфея написано 16 глава я создам церковь и врата ада не одолеют церковь заметьте почему так важно христианину быть частью церкви не просто ютубы смотреть а быть частью церкви хотя слава богу за интернет но частью церкви потому что сам может затеряться тебя раздавят но даже демонические силы врата ада не могут одолеть церковь это единственное самое надежное строение на земле римская империя советская империя пытались уничтожить церковь где сегодня эти империи история а церковь продолжает она будет и у нас есть миссия не просто собираться потому что привычку выработали хорошую есть миссия вот как важно каждому сориентироваться и взять на себя ответственность и понимать друзья что за эту идею церкви Христос заплатил кровью за эту церковь Христос кровью заплатил и нам друзья понимать важно что церковь это убежище для некоторых последний шанс последняя инстанция поэтому бегите в церковь будьте частью церкви за нашу церковь могу сказать так наша церковь не идеальная но благословенная и благодари Бога если ты являешься частью церкви аминь